Дежурная часть полиции, Витебский вокзал, помощник оперативного дежурного Меркулова. Чем могу помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, а вы готовы к контрнаступлению ВСУ? Артем, возьми, пожалуйста, срочно. Возьми трубку. Да. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Скажите, а вы готовы к контрнаступлению ВСУ? А с кем умею честь разговаривать? Меня зовут Андрей. Я гражданин Союзного государства. Я думаю, мы ко всему готовы. Так, одно дело думать. Вот мы думали, что за три дня Киев возьмем, а не получилось. Ну, кто так думал? Вы думали? Путин. Ну? А с чего вы решили, что вы знаете, о чем думает? Так об этом же говорили пропагандисты. Я, например, ни из одного официального СМИ такого не слышал. Мы Украину победим за два дня. А Лукашенко говорил, что... Эта война продлится, Володя, ну, максимум три-четыре дня. Не, ну, это, смотрите, это же не думаю, это были предположения у них, правильно же? Это же они... Ну, то есть... А то, что думал, о чем думал глава государства, мы же с вами не знаем, правильно? Так вот, это и плохо, что мы не знаем, о чем он там думает. Потому что что-то нехорошо стало. Нехорошо в каком плане? Погибнут наши люди на войне. Мобилизованных как на мясо кидают. Вас мобилизовали? Не, не мобилизовали, но я вот смотрю такие каналы, как Майк Наки. А что это за канал? Где такой? Я первый раз такой слышу. В Ютубе такой. Блогер есть. В Ютубе? Да, и Максим Кац. Максим Кац? Не, я таких не смотрю. Я смотрю официальных представителей. Скорее всего... Что это правда? Пойдем методом от противного. Когда Путин говорил, что мобилизации не будет, она совершилась. Когда Песков говорил, что мобилизации не будет, она свершилась. Значит, кто-то врет. А смотрите, а у нас же все бывает в нашей жизни, меняется, правильно? То есть у нас сегодня вот одна обстановка в стране, да, мы можем говорить, что у нас этого никогда не будет. А завтра обстановка может поменяться, и со стечением. Ну, вот вам и такое просто. Я никого сейчас никак не подумаю, ни о правду, ничего не говорю там. То есть я просто вот с вами, так сказать, обсуждаем, да, это. Я даже не подумал, не волнуйтесь, Артем. Я подумал о другом, что, возможно, вы готовы отдать жизнь за родину на полях дуганщины? А кто не готов? Ну, вот я не готов. Нет, ну, родина. У каждого родина своя. Так а у вас какая? У меня место, где я родился. А где вы родились? Ну, вы мне сначала скажите, откуда вы, где проживаете. Если у нас такой совместный разговор прошел, то есть, как бы, да, откровенный такой сначала, вы потом, я вам расскажу. Я родился в Беларуси. Беларуси, по-вашему. Это с северо-запад для округа России. Подожди, с северо-запада. Ну, я понял. У нас там всякие проходят репетиции терраборон всяких. Тоже готовятся к чему-то. Не пойми чего. А всегда. Знаете, как есть поговорка, хочешь мира, готовься к войне. Всегда. Для чего армия-то нужна? Она всегда должна готовиться. Не факт, что это будет, но армия же всегда должна готовиться. Правильно? Да, должна всегда готовиться. Но она для этого и создана. Зачем тогда армия нужна? Чтобы просто их кормить на налогоплательщиков, скажем так? Ну, вот есть такое ощущение, что в России армия нужна, чтобы просто закидывать трупами территорию Украины. Ну, слушайте, меня там не было. Я не знаю, что там происходит. Так а хотите побывать? Поэтому я вам не могу... А хотите узнать? Ну, узнать бы хотел бы. Почему бы нет? Какая всегда, правда, навсегда интересная. Так я вам рекомендую мобилизоваться и попасть к вагнеровцам. А давайте вместе. И мы вместе узнаем правду. Давайте. Где встретимся? Нет, я вам... Нет, а чего вы? Вам сейчас смешно. Давайте. Вот вы просто... Вот этот Максим Кац, да, Югер, еще какой-то канал вы мне сказали. Майк-наки. Да, вот я, допустим, этих каналов, не знаю, я не знаю. Я, конечно, для просвещения, может быть, посмотрю их. Мне вообще интересует моральная обстановка органов. Очень позитивная. Ну, какая позитивная? Там под 200 тысяч русских воинов погибло уже в Украине. У вас все позитивное. Ну, я во-первых, слышу вот от вас. И Путин вас с этим нововведением опять на фарш хочет пустить еще больше. И вам все позитивно. А вы переживаете? Ну, так это же зависит от благополучия региона всего. И Беларуси в том числе. Понимаете? Пока есть агрессия. Пока есть агрессия российская. Беларусь не в специальной военной операции. Не осуществляет данную. Как? Не участвует в специальной военной операции. Не знаю. Лукашенко сказал, что мы участвуем. Мы участвуем там. Мы это не прячем. Вы Лукашенко верите? Как можно не верить человеку, у которого сконцентрирована монополия на насилие? Если ты не веришь, тебе дадут палкой по горбу. И ты поверишь. А по Конституции у нас такое совсем другое написано. Ну, да ладно. Это все пустяки. Проблема в том, что Путин угрожает нашему благополучию. Нам, славянам. Нам, православным. Угрожает, имеете в виду, чем? Ну, вот видите, он уже положил больше 150 тысяч русских воинов. И продолжает это делать охотно. Ну, ну... Хорошо. 150. Вот видите, у вас даже цифры уже меняются. То есть у вас было 200. Теперь 150. Просто, я понимаю, вы вот эту информацию берете с канала вот этих, да? Правильно? Это ВСУ публикует. ВСУ публикует эти данные, кстати. А почему вы им верите? Вот почему вы верите им, а, ну, допустим, да, я как понимаю, в нашем вы не верите, да? Но почему вы их каналам верите? Вы видели же, наверное, много всяких тоже там роликов в интернете гуляет, как он правильно называется. У них же там целое подразделение есть по фейкам. Так вы против фейков, получается? Ну, я бы хотел правдивую информацию знать. Вы разве не хотели этого? Так, а почему у вас тогда претензий к Путину нет, если вы хотите знать правдивую информацию? А почему у меня к нему должны быть претензии? Не он же, как бы вот это вот все показывает, все, что... Ну, а кто объявил спецоперацию, кто напал на Украину? Ну, во-первых, если не ошибаюсь, изначально там был конфликт, Украина бомбила. Ну, вот поскольку, да, правильно? А мы начали защищать... Вот берем юридически, да? То есть, сейчас Донецк и Луганск – это территории Российской Федерации, правильно же? На данный момент. Да, я не в курсе. И Херсон вроде был, но как-то не смогли. И Херсон, Запорожская, по-моему. Это все Россия, да? Тоже, как бы, Российская Федерация, правильно же? Так а чего отдали эти территории? А чего отдали тогда, если это Российская? Так оттуда еще никто не ушел. Как не ушел? Херсон же чей? Под чьим контролем? Нет, я имею в виду то, что у нас же спецоперация не закончилась же, правильно? Ну, так не закончилась, да? Вот в этом и проблема. Ну, как вот украинцы освободят российскую территорию, Херсон с Запорожья, Донецк, Луганск, тогда и закончится. А, так все-таки ждете, что освободят. А почему нет? У вас есть какие-то другие предположения? Ну, вы сказали, что украинцы освободят Херсон. Нет, 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 нет. Я имею в виду, украинцы его освободят, я имею в виду, уйдут оттуда. А, в этом смысле? Нет, ну они не уйдут. Да, 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 я неправильно, наверное, сформулировал. Ну, видите, они... То есть уйдут сейчас согласно Конституции с территории Российской Федерации. А, ну кто же эту Конституцию слушает? Сейчас они согласно Конституции взяли и ушли. У них это территория Украины суверенная, Луганский, Донецк. Это территория Российская, причем, если я не ошибаюсь, то граждан, данных, как понимают, республик, да, республик, областей, там же проголосовали за вступление. Ну, понятно. А как качество жизни лично ваше, Артем, изменилось, когда Донецк отсоединился от Украины? В мое качество жизни никак это не повлияло. Ну, зачем тогда вам это событие нужно было? В смысле, зачем? Так люди захотели тех, республик и областей. Ладно. Так захотели люди. Вот давайте сейчас, допустим, вы гражданин Белоруссии. То есть если большинство граждан Белоруссии захотят в территорию Российской Федерации проголосовать, то почему бы нет? Нет, если большинство хочет вступить в территорию Российской Федерации. Так, понимаете, Артем, я согласен с вами. Это перебилось, подождите. Это как было, допустим, вот, когда, 91-й год, да, распад Советского Союза, если не ошибаюсь? Когда проголосовали же за выход. Люди захотели же Грузия, Белоруссия, даже Украина. Захотели же выйти из состава Советского Союза. Так и здесь. Люди захотели... Да, Артем. Артем, и Чечня хотела выйти, а Чечню почему-то не разрешили. Ну, Чечня, вот честно, по Чечне вам не такой знаток Чечни, почему там и как все происходило. Так я вам напомню. Не могу сказать. Скажите, расскажите. Дудаев, помните Дудаева такого человека? Президент, по-моему, был, да? Да, Эчкерии, да, президент Эчкерии. Который признан террористической, да, организацией? Ну, и Талибан признан террористической, но это же не мешает Путину с ними общаться. Так вот, они хотели выйти из состава России. И что случилось после этого? Ну, я не знаю, расскажите. Ну, началась первая Чеченская война, неудачная. Потом началась вторая при Путине кампания чеченская. Вроде бы уже более удачная была. Так видите, вот, оказывается, нельзя от России отделяться, а то Украины уже можно. Ну, знаете, не знаю. Вот как это мне детям рассказать? Вот как? Вы говорите про справедливость. Люди захотели и отделились. Так в Чечне тоже хотели отделиться? Ну, хорошо. А почему? Ну, давайте. Я, конечно, вот чеченскую историю, допустим, плохо знаю. Но почему люди тогда в Чечне взялись за оружие, а не захотели это документально, юридически это все сделать, провести? Тоже вот как провели, проводились референдумы. Так они вообще-то в юридическом ключе и хотели заключить договор, и переговоры велись по этому поводу. Но России не понравились эти условия. Не понравились условия. Ну, а кто мешает, то есть, дальше пытаться, пытаться, стараться, то есть, это все делать, ну, как бы без оружия, в руках? Я думаю, что Чечня отделится. Вот сейчас Россия проиграет, и все-таки Чечня. И рассыпется на регионы. Чекотка, Сибири. Да. А почему вы так считаете? Ну, потому что нету сильной власти. Понимаете, Германия тоже когда-то земли соединяла, жизненное пространство, и развалилась. Австро-Венгрия была такая империя, развалилась. Все империи разваливаются рано или поздно. Сейчас у нас уже не то время. Сейчас время цифровой диктатуры, а Россия живет все еще по сталинским каким-то правилам. Каким-то, да. Потому что деды старые власти, они уже шизофреники. Что Лукашенко, что Путин. Ну, ни я, ни вы, ни доктора, мы не можем это заключать. Правильно? Шизофреники. Ну, если они говорят одно, а делают другое. Помните, как Путин обещал, что пенсионный возраст не подымет? Слушайте, ну, давайте так, вы же работаете, наверное, где-то, да? Да. Или как пенсионер? Да, да, работаю. Вы пенсионер или работаете? Работаю, я молодой парень, мне 40 лет. А, вы молодой, вы работаете. У вас, наверное, есть руководитель, правильно? Да. У вас же есть такое, что руководитель вам сначала говорит одно, а потом, я же повторюсь, то есть меняются обстоятельства. Да. Так я иду к руководителю и говорю, что руководитель, ты дурак. Как тебе можно верить, если ты говоришь одно, а делаешь другое? А я здесь с вами не соглашусь. Есть что-то типа поговорки, дурак тот, кто не меняет свое мнение. Так вы, получается, Артем, не дурак? Ну, я меняю иногда свое мнение. Вот когда ВСУ придет, вы поменяете свое мнение. Когда Навальный станет президентом. На что я его должен поменять? Поменяете, переобуетесь. Ну, на что я его должен поменять? Будете гнобить Путина за то, что он опозорил вашу великую страну. Ну... И тогда вы будете точно не дурак. Артем. Ну, не знаю, ничего вам сказать по этому поводу не могу. Артем, Артем. Ну, когда они придут, это у вас такое мнение, что они придут. Ну, на Донецк придут, свою территорию исконную заберут, кстати. Ну, это территория Российской Федерации. Ну, кто сильнее, того и территория вообще-то. Ну, то есть вы считаете, что они сильнее? Ну, да, потому что не получается. А почему они до этого не пришли? То есть, как вы говорите, за три дня не смогли, почему они... А зачем порядочному государству нападать на чужую территорию? Вот зачем? Вот кто так сейчас делает? А зачем они сейчас это делают? Сейчас они освобождают свою территорию. Пусть это делают в рамках юридических законов, также проведут референдум, постараются. Зачем с оружием? Все же с оружием, все с оружием. А, все-таки вы против силовых сценариев захвата земель? Так, ну, какой был силовой захват? Вы меня сейчас ведете к тому, что Россия силой захватила. Да, Россия 22-го... А где Россия силой захватила? Если Россия не ввела войска, пока ДНР и ЛНР не стали независимыми, пока они не приняли независимость и не попросили помощи России, правильно? Россия не вводила туда войска. Слушайте, а кто с территории Белоруссии вошел в Киевскую область? Чьи войска были? А я же откуда знаю? Вам виднее, вы же граждане Белоруссии. Я же не знаю, кто там... Это вы там уже, наверное, у вас уже, наверное, своя спецоперация. А кто десант в Гастомеле высаживал? Поляки или США? Да я не знаю. Расскажите мне, кто кто. Я первый раз об этом от вас слышу. В России. Кто трагедию в Буче совершил Ирпене и прочих населенных пунктах Украины? Слушайте, я не могу утверждать, кто там что совершал. Ну, как бы, не могу ничего сказать. Меня там не было. Вот понимаете, Артем, вот в чем беда? А вы почему-то верите кому-то, кто что-то сказал, вы и верите, как бы. То есть, если я вам сейчас тоже, как бы, ну, у меня это, конечно, неофициальный канал, да, скажем так. Но если я вам сейчас тоже что-то скажу, вы тоже в это поверите? Ну, скажите что-нибудь. Мне вам даже сказать нечего. Вот видите, а мне вам есть что сказать. Да. Так вот, проблема в том, что Россия сейчас очень в плохом состоянии, не в состоянии, а положении. С чего вы это решили? Во-первых, санкции, импортозамещение. Санкции. Ну, как по мне, это хорошо, должна развиваться своя. У нас, как бы, свое должно развиваться уже. Так не развивается. Беспилотники из Ирана закупают. Все впереди. Не все, как бы, говорит, ну, земля же тоже не за один день там это как-то создавалось. Так и здесь все впереди у нас. Так должны же какие-то планирования быть. Когда уже впереди? Уже год войны прошел, больше года. А откуда вы знаете, что не планируется это все? Так вот, именно должны знать. Должно правительство, должна власть показывать свои планы на будущее, свое развитие какое-то. А какое сейчас развитие в России? Это же только деградация и изоляция. Слушайте, ну, у меня тогда другой к вам вопрос. А почему вы так переживаете за Россию, если вы гражданин Белоруссии? Я за свою страну переживаю, потому что Россия несет угрозу региону. То есть Россия несет угрозу Белоруссии? Да, она же уже ядерное оружие туда затащила, в Белоруссию. А угроза чем? Мы, кстати, наоборот, как-то укомплектовываем вас, чтобы вы могли защититься со всех сторон. Слушайте, любые агрессивные, любой милитаризм – это вообще агрессивное действие. И всегда это настораживает. Ну, почему? Я говорю же, армия для того и создано. Ракеты какие-то летят. А эта армия для того и создано. Почему какой-то, не знаю, прапорщик или полковник должны просто так проедать, пронашивать форму? Они для этого и создано, чтобы постоянно учиться, обучаться. Они для этого и создано. Вот именно. Только ваши вояки не показывают результата никакого. А воины ВСУ, слава Украине, вот они показывают реальный результат и гонят русского фашиста со своей территории. Ну, я как понимаю, вы поддерживаете Украину, с ваших слов, правильно? Я всегда за победителя. Кто сильнее, тот и справедливость. А, ну, то есть вы человек, так вы подстраиваетесь, правильно? А как надо, Артем? Я как понимаю, ну, слава их же слов. Вы поддерживаете Украину, но в случае чего вы поддерживаете и другую страну. А как надо, Артем, правильно? По-моему, надо быть как патриотом своей родины. Так а как от этого качества жизни улучшается? Ну, извините за выражение, не перебываться и не бегать только одним, только другим. Так а кто вас так научил? Вот смотрите, если не перебиваться, то ты можешь погибнуть на войне. Я так воспитан. Что значит, так изначально воспитан, что у меня есть родина, страна моя. То есть, знаете, даже есть, как не поговорка, что-то, не надо путать государство, как не государство, ну да, государство и родину. Это две разные вещи. А государство, это вот сидят там политики, допустим, кто-то, а родина, это вот, это моя страна, Россия. Золотые слова, Артем. Так а как тогда понять это выражение и объяснить, что без Путина не будет России? Ну, это ваши слова. Спасибо. Это мои слова. Была, есть и всегда будет. Это слова пропагандиста какого-то, не помню. А вот сам Путин говорил, зачем нам мир, в котором не будет России? Так, России, России. Да, ну. Не кого-то там, не человека на каком-то одном, да, зацикливается, а России. Так а что России не будет-то? Кто развалил Россию? Кто развалил? Путин. А вы, давайте так начнем, вы какого года рождения, ну, чтобы я вот сейчас издалека попробую зайти, может, вы меня чем-то еще просветите? НАТО приблизил кто? Я вот сейчас аргументы свои. Кто НАТО приблизил к границе? Путин. Кто приблизил, расскажите. Путин, Финляндия вошла в НАТО, вот и стала больше границей. Подлетное время сократилось вообще. В Петербург там. А с чего, стоп, подождите, а с чего она сократилась-то? Разве Эстония у нас не член НАТО? Слушайте, а вы как-то вот... А Эстония ограничится, по-моему, если не ошибаюсь, Ленинградской области, разве нет? Причем она здесь сократилась? Ну, так вот, Артем, а вы обладаете критическим мышлением, как я посмотрю. Как это вы в органах еще работаете? Нет, вы говорите сократилась. Кто хочет вступать, пусть вступают, пожалуйста. Так вот, Украина хочет, пусть вступает. А если я не ошибаюсь, по, назовем, по уставу НАТО, если на территории той страны там какие-то мероприятия проводятся, она, к сожалению, вступить не может до окончания данных мероприятий. Да, так это же за Россией. Вот поэтому надо Россию утихомирить и вступить в НАТО. Так нет, так нет, я вам проще скажу. Надо просто освободить, выйти из тех территорий, то есть Херсон, Запорожье, Донецк, Уганск, выйти, вступить. Выходите оттуда. Так нет, украинцам надо выйти. Так это их земля, это исконная их земля. Так это конституция Российской Федерации, это территория Российской Федерации. Так, ну, простите, дочихать на эту конституцию. Какую вы конституцию? Конституция написана, что мы имеем право на свое мнение, мы имеем право на жизнь. В конституции там всякое, что народ управляет страной написано. Кому эта конституция нужна? О чем вы говорите? Да для дураков конституция. У меня, допустим, вот, скажем так, ни разу она не нарушалась. за недолгий срок моей жизни, скажем так. У вас там, по-моему, этих людей, которые за мир дают сроки реальные. У нас это где? У вас в России и у нас в Беларуси. Вы сами против войны? Ну, а кто за войну-то? Конечно. Вы против спецоперации? Почему нет? Что? Вы против спецоперации? Я за то, чтобы военнослужащие Украины покинули территорию Российской Федерации. А в данном случае это Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье. Хорошо. Я им передам ваше предложение. Как ваша фамилия, чтобы я особо не знал? Я хотел бы узнать для начала ваш телефончик. Не хотите поделиться-то? Мне интересно, вы собеседник. Может быть, как-то в другой раз еще с вами поговорим. Это, Артем, как раз к разговору о Конституции. Вот вы сейчас телефончик возьмете мой, а потом найдете меня и будете бить. Да, и будете злорадствовать. А я вот как раз открыл... Нет, во-первых... А зачем за что? А зачем за что? Просто бить и все. Это же работа милиции. Ну, не знаю. Вы, мне кажется, насмотрелись вот этих всех каналов, и у вас такое просто впечатление об этом всем. Короче, Артем, статья первая Конституции Российской Федерации. Написано, Российская Федерация-Россия. Есть демократическое слово. Дальше. Федеративное правовое государство. Вы могли бы мне сказать, как демократия реализуется в Российской Федерации? Ну, у нас никому, насколько я знаю, никому ничего не запрещается. Пожалуйста, делай только единственное. Это все должно быть согласовано. Правильно же? Ну, вот если я выйду на Красную площадь и скажу, что я против... Чтобы это не мешало другим людям. Что я против спецоперации на Красной площади буду с пикетом стоять. Это я... Согласуйте. Нет. Понимаете, если вы выйдете с этим пикетом, просто выйдете, конечно, это будет нарушение, по-моему, административного законодательства. Вам надо согласовать. Это же все прописано. Статья 2. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Высшей ценностью. Понимаете? Вот если я думаю, что я... Вы свободный человек. Вас же никто не задерживает. Ну, до поры до времени. Пока я не скажу, что я свободный. И посоветую не подчиняться преступным приказам. Руководство Российской Федерации. Имею я такое право сказать? Сказать можете, почему нет? Ну, да. Признание, соблюдение и защита прав свобод человека, гражданина, обязанность государства. А как сейчас с этими повестками электронными? Какие права соблюдаются у граждан Российской Федерации? Так это проще жизни, про него прощается. Если прошла повестка в течение 7 дней, если ты не пришел в военкомат, все, ты ограничен в правах. Вот такой вот закон. Так а где же тогда защита прав и свобод человека? Смотрите, повестки ничем не поменялись. Просто они упростились и сделалось проще для получения и отправления. Для военкомата это проще. Но если у нас статья 2 говорит о том, что свобода и права человека являются высшей ценностью, то зачем заставлять человека, гражданина, воевать за преступные всякие посягательства и планы Российской Федерации? Потому что более 150 тысяч русских мобилизованных полегло за что? Вы посмотрите, санкции за что? Нефть некуда России продавать, только Китаю и Индии по дешевке продают. За что это? За что это? Навальный сидит за что? Карамурзу посадили за что? За то, что он против войны. Этого посадили. А это кто? Я что-то упустил. Ну так вот, образовывайтесь, Артем, образовывайтесь. Интернет в помощь. Вот, носителем статья 3. В интернете много чего и как бы неправду пишут. И вот я Конституцию читаю вашу, я тоже неправду вижу. Статья 3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является его многонациональный народ. А я уже говорил, что Чечня заявляла о своих намерениях отсоединиться от России. Почему-то не учли, а подавили силой. Вот, смотрите, народ осуществляет свою власть непосредственно. Непосредственно осуществляет. Прикиньте, как это реализуется? Расскажите, Артем, как непосредственно реализовать свою власть в Российской Федерации? Это закон? Закон. Какими способами? Мы же избираем всех, скажем так, депутатов всех остальных, правильно же? Да. Правильно же? Вот всех, кто там сидит, мы же избираем. Граждане Российской Федерации. Так а что... Вы верите в выборы, которые... Как процедуру? А? А что ж вы верите в выборы, как процедуру? А что ж фальсификации такие, какие бессовестные на каждых выборах? Какая фальсификация? Я вот сколько раз на выборах ходил, ни разу ничего не видел. Карусели, подлог, вбросы. Полно. Вы настоящие полицейские. Патриот Путина прямо. Готовы за него и жизнь отдать, и сфальсифицировать выборы, и нарушить законодательство Российской Федерации. Не человека золото просто. Я не знаю, как вас переубедить, но, Артем, когда придет в СССР, освободит вас, вы переобуетесь. Либо вы погибнете за Путина, либо вы переобуетесь. Это вот такой закон уже природы. И я вам сообщаю, что лучше всего подчиняться сильнейшему. И тогда у вас будет благополучие. Ну, это ваше мнение. Так что любите и уважайте НАТО. Что еще раз? Вот, любите и уважайте НАТО. С чего? Почему? Потому что они самая сильная армия в мире. Самая сильная экономика в мире. Ну, пусть будет так, но, как бы, что теперь слабых теперь не уважать? Ну, вот. То есть, есть какие-то другие страны, которых не должны уважать. Почему? Ну, вот почему. Вы же украинцев не уважаете. Вы же считаете, что Украина это не нация. Что нет такой страны. Почему вы не уважаете? Ну, кто вам такое сказал? Ну, кто? Путин так и сказал, что не было никогда никакой Украины. Ленин ее придумал. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Ну, вы видите, вам интересно. Я же говорю, я телевизор не смотрю. Для кого это, если вы не смотрите? Ну, для тех, кто это смотрит. Я же, ну, на мне же не заканчивается, как бы, граждане Российской Федерации. Правильно? У нас много миллионов, много национальная страна, которые кто-то смотрит. А у меня времени нет, допустим, даже на это смотреть. Я занимаюсь занятой человек. Короче, статья 4, пункт 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Вы мне всю Конституцию читаете. Ну, потому что это для дураков, вы посмотрите, написано. Какая целостность? Все, нету целостности. Почему вы читаете Конституцию Российской Федерации? Почему вы не читаете Конституцию Белоруссии? Да там то же самое написано. Почему вы так зацеплены на Российской Федерации? Это ерунда, нигде это не работает. Если вы гражданин Белоруссии, почему вы там... Потому что Россия несет всем проблемы в нашем регионе. Поэтому пока Путин не канет, не отойдет в мир иной, проблемы не решатся. Вот вы видели, как Пригожин разговаривал. С чего у вас такое мнение? Вы слышали разговор Пригожина с каким-то там бизнесменом, как он говорил? Это я еще деликатно говорю. А как Пригожин, этот вуру медиабизнеса? Нет, я разговор не слышал. Я слышал, что и был такой разговор. Но сам разговор я не слышал. Так вот послушайте, как они там отзываются о вашем Путине и о вашей России. Ну, обязательно. Обязательно послушаю. В каком пузыре вы живете? Вы же живете в европейской части России. Вы же ближе к Европе. А такой вот недалекий какой-то получились почему-то. Ну, какой и получилось, что поделаешь. Но зато вы полицейский. Все мы люди разные. Ладно, Артем. Короче, это, я... Мне уже надоело с вами говорить. Мы вас предупреждаем, что будете нести ответственность в соответствии с международным правом. Вы говорите, мы вас предупреждаем. Вы это кто? Мы, это дееспособные, живые люди, которые хотят мира на земле, а не участвовать в авантюрах престарелых дедов, диктаторов. Записал? Да, конечно, это не пишу уже. Ну, вот передай своему начальнику. Все, слава Украине, живе Беларусь, смерть ворогам Украины. Пока. Субтитры подогнали Симон.